Глава КОМИ Владимир Уйба записал новое обращение к жителям республики. Смотрите его прямо сейчас. Бурлун Донайортис, добрый день, уважаемые жители республики. Сегодня, прежде чем перейти к основной теме видеообращения, хочу поздравить работников местного самоуправления с их профессиональным праздником, всех, кто трудится на земле. Это и местные депутаты, и старосты, и представители ТОСов, и руководители сельских поселений. Всех вас, уважаемые и дорогие наше местное самоуправление, с праздником здоровья, радости от вашего труда, потому что ваш труд действительно может быть не очень заметный, но очень важный для конкретных людей, ради которых вы живете и работаете. Удачи вам и точно совершенно уверенности в том, что то, что вы делаете, очень нужно нашим жителям республики Коми. По основной теме я сегодня расскажу о заседании Государственного совета республики Коми, потому что рассматривались очень важные вопросы. Ну, во-первых, поправки в бюджет республики Коми, и с учетом корректировок в 2022 году расходная часть увеличилась на 4 миллиарда 209 миллионов. И это в тот период, когда мы говорим о санкциях, которые на нас свалили, о том, что мы сегодня в непростой геополитической обстановке, тем не менее мы увеличиваем расходную часть бюджета нашей республики на 4 с лишним миллиарда рублей. Это огромная работа всей команды, и правительства, и бизнеса, и крупного, и малого. Всех, кто действительно сегодня работает для того, чтобы республика могла себе позволить дополнительные расходы. А расходы эти, ну, по сути, все направлены на социальные нужды и на те чаяния и заботы, которыми вы делитесь со мной каждый день. Ну, вот, например, я буду просто цифры зачитывать, чтобы не ошибиться, и чтобы донести до вас их наиболее точно. Итак, вот основной сегодня блок вопросов, который вы мне задаете, это рост тарифов. Так вот, для того, чтобы тарифы сдержать, для того, чтобы они не били вас по карману, уважаемые жители республики, мы предусмотрели миллиард 365 миллионов, именно на сдерживание тарифов. И будем максимально эту работу продолжать с тем, чтобы вы, ну, вот, с наименьшим давлением ощутили на себе вот как раз рост тарифов. То есть мы тарифы будем сдерживать. И, мало того, я вот буквально в следующих видеообращениях расскажу о той работе, которую мы провели уже с Министерством стройки и ЖКХ, с службой контролирующей тарифы. Вот тех заявлений, которые вы писали, и мы их рассмотрели, и действительно нашли нарушения у тех энергобытовых компаниях, наших коммунальных компаниях, которые действительно решили, что называется, в мутной воде рыбку половить. Мы их сейчас по рукам ему ударили, и деньги вам будут возвращены. Я об этом расскажу в следующем своем видеообращении. Теперь дальше продолжаем. Куда же будут расходоваться эти 4 с лишним миллиарда? 300 миллионов рублей будут выделены на ежемесячные выплаты детям в возрасте от 8 до 17 лет. Это поручение президента, но деньги мы эти изыскали у себя в бюджете. 63 миллиона рублей – это укрепление материальной клинической базы учреждений здравоохранения. Об этом тоже вы постоянно пишете, что, да, врачи хорошие, медсестры хорошие, но вот требуется ремонт или ФАПов, или ремонт сельских участковых больниц, или ремонт ЦРБ. Вот на это как раз, опять же, по вашим, что называется, задачам, по вашим постановкам. Далее, свыше 79 миллионов рублей на организацию отдыха и оздоровления детей. Мы максимально усиливаем объем средств для того, чтобы каждый ребенок у нас в республике Коми в летний период отдохнул. При этом еще плюсом 29 миллионов мы выделили на то, чтобы привести в нормативное состояние нашу черноморскую здравницу в городе Анапе черноморскую зорьку, потому что вы знаете, что в прошлом году там было очень сильное наводнение, и, конечно, пострадали корпуса, пострадала территория. Вот еще дополнительное средство для того, чтобы наши ребятишки, и взрослые там заезды, мать и дитя есть, в этом году отдыхали в отремонтированном, в прекрасном нашем лагере или оздоровительном центре «Черноморская зорька». 96,5 миллионов рублей на предоставление мер социальной поддержки и государственной социальной гарантии отдельным категориям граждан. Это как раз те граждане, те категории, которым сегодня, это малоимущие, многодетные, которым совсем, что называется, плохо. И вот для этого мы дополнительно изыскиваем средства. Об этом вы мне тоже пишите постоянно на мой телефон, и я вам говорю, что мы рассмотрим каждое такое заявление и найдем возможность вам помочь. Вот реальный ответ 96 миллионов, более 96 миллионов мы направляем как раз на эти заботы. Далее, достаточно много было и с мест обращения и от спортсменов, и от наших олимпийских чемпионов на то, чтобы мы увеличили объемы средств на нашу спортивную, физкультурно-спортивную направление. Вот более 130 миллионов рублей мы как раз дополнительно выделяем на учреждения физкультурно-спортивной направленности. Далее, на уже поддержку экономики напрямую 50 миллионов рублей до капитализации лизинговой компании, а это очень важное направление, потому что сегодня очень востребовано именно это направление, оборудование, в том числе и у аграриев, и не только у аграриев, и у наших МСП, которые занимаются в лесозаготовке, в лесопереработке. Вот нужно, допустим, оборудование, и нужен оборудование взять в лизинг. Вот как раз эти средства для вас, меры поддержки для среднего, малого предпринимательства, для того, чтобы можно было взять оборудование в лизинг и развивать свой бизнес. Далее, более 49 миллионов рублей – это субсидии субъекта малого и среднего предпринимательства, которые наиболее пострадали из-за коронавирусной инфекции. У нас, например, очень долго мы не могли открыть детские игровые комнаты, но и детские игровые центры, ну, потому что там нужно обрабатывать очень серьезно игрушки и так далее, где общаются дети, пространство эти, ну, а это, в общем, не безвредно для детей, поэтому мы их закрывали, сейчас мы их открыли, но действительно эти компании, эти, опять же, малые и средние предприниматели пострадали. Вот мы им сегодня выплачиваем эти средства для того, чтобы они снова встали, что называется, на ноги и работали дальше. Далее, транспортная сфера. Почему? Ну, потому что, опять же, очень много обращений от вас идет, особенно в период предстоящих летних отпусков, летних перевозок, о том, что очень высокие железнодорожные авиатарифы. И для того, чтобы, вот, по сути, снизить тариф, для того, чтобы вы могли приобретать билеты по льготным ценам, мы предусмотрели более 514 миллионов рублей как раз на организацию перевозок пассажиров и багажа воздушным, автомобильным, водным и железнодорожным транспортом. 140,5 миллионов рублей – это текущий ремонт аэропортов, потому что требования очень жесткие к аэропортам, и это правильно, это безопасность наша с вами, поэтому вот нужно перевести в порядок, в том числе и взлетно-посадочные полосы. Далее, мы не забывали и про сельское хозяйство, это очень важные отрасли сегодня, это основа нашей продовольственной безопасности, поэтому заложили 152 миллиона рублей на поддержку сельского хозяйства. Ну, и очень много просьб и очень много жалоб на льготное, именно льготное обеспечение лекарственными препаратами, вот для того, чтобы здесь не просто сами препараты были в наличии, по этому поводу сегодня тоже принят очень важный закон о единственном поставщике, это будет наша аптека республиканская, но еще и для того, чтобы были деньги просто на приобретение льготных препаратов, вот дополнительно 150 миллионов рублей на это выделили. Ну, и важно отметить, что вот такой рост расходной части, 4 миллиарда 209 миллионов, не повлечет за собой дефицит бюджета. Вы знаете, что мы начали год с дефицитом, то есть у нас расходов больше, чем доходов, и тем не менее мы увеличиваем еще расходную часть, вот для того, чтобы, я сказал, поддержать и вас, и малые и средние предпринимательства, и сельскохозяйства, и здравоохранения, и спорт, и так далее. Так вот, в 2022 году дефицит останется на прежнем уровне, это 10 миллиардов 900 миллионов рублей, то есть это стало возможным только благодаря тому, что мы восстанавливаем экономику республики и увеличиваем фактические поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет республики Коми. И это, конечно, огромная работа всех, и огромное спасибо еще раз, и в первую очередь нашему бизнесу, всех уровней, начиная с ИП и заканчивая крупным бизнесом, работы налоговой в том числе, которая вовремя и правильно собирает налоги, ну и, конечно, правительство, которое и государственный совет, которое в конце концов планирует расходную часть с учетом ваших чаяний и пожеланий, уважаемые жители республики. Ну и еще один ключевой вопрос, он, может, менее важный, чем, казалось бы, бюджет, но, тем не менее, сегодня согласовали две очень важные должности, которые обязаны согласовывать правительство с госсоветом. Это должность первого заместителя, председателя правительства, поддержана кандидатура Ахмеева, Эльмира Ахтямна, она уже у нас работает в республике два года, и поэтому она известна и депутатам госсовета, ну и жителям республики Коми, поэтому сегодня она была поддержана, ее кандидатура, и тоже очень важная должность, которую сегодня тоже поддержали, это представителя республики Коми в северо-западном регионе нашей Российской Федерации, это Марина Анатольевна Каракчеева, она тоже жителям республики известна, она много работала и долго работала в Сыктывкаре, на разных совершенно должностях, и правительственных, и должностях исполнительной власти, но переехав в Санкт-Петербург, мы ее вот попросили, она согласилась, ну вот ее кандидатуру поддержали, а депутат сегодня, она возглавит сегодняшнего дня наше представительство в северо-западе, в Санкт-Петербурге. Ну и, конечно, я хочу выразить искренние слова благодарности всему депутатскому корпусу, госсовету, кто действительно ратует за вас, уважаемые жители республики, кто поддерживает наши предложения, предложения правительства, предложения главы, именно в части улучшения и качества жизни, а в первую очередь это, конечно, работа с бюджетом. Вот тот сегодня увеличение на 4 с лишним миллиарда рублей, это, конечно, прямая, вот такая очень сплоченная работа правительства, главы республики Коми и депутатов госсовета. Спасибо, уважаемые депутаты, вам за эту продуктивную работу. По эпид-обстановке очень коротко, потому что долго уже сегодня я вам много даю информации, мы за сутки снизились немножко на 4 случая, 66 случаев сегодня, вчера было 70, ну и по антирейтингу у нас на первое место вышло Воркута и Ухта, по 9 случаев Сыктывкар-Усинск, по 7 случаев, соответственно, мы достаточно неплохо, все-таки, при том, что болеем, но все-таки снижаем уровень госпитальной занятости, то есть у нас сегодня занято 232 койки, вчера было 241. Ну и я все-таки снова и снова, уважаемые жители республики, акцентируя внимание на том, что сегодня у нас, к сожалению, опять двое умерших от ковида, это опять люди непривитые. Вот я вам постоянно уже последние несколько месяцев говорю о том, что статистика говорит, к сожалению, против тех людей, которые оказываются в достаточно уже почтенном возрасте, понятно, что имеют большое количество заболеваний, и сегодня, к сожалению, при этом непривитые. Вот сегодня, к сожалению, умирают люди непривитые, вот с возрастом 65 плюс и выше, поэтому, уважаемые жители республики, надо присоединяться к той когорте, она у нас сегодня очень большая, более 444 тысяч у нас привитых, более 105 тысяч ревакцинированных. Ну и у нас все есть для того, чтобы все, кто пожелает, я этому всячески буду содействовать, и вам все равно каждый раз об этом напоминать, нужно все-таки те, кто вот находится в группе риска, вакцинироваться. На этом сегодня вся информация, всего вам самого доброго, до следующей встречи, будьте здоровы!